шалом дорогие друзья как видно как слышно до этого я вышел с мобильного телефона просто меня выкинул из эфира надеюсь сейчас будет все хорошо и так всем шалом здравствуйте бунжур напишите пожалуйста как видно как слышно сожалению меня не видно сколько народу у нас набралось каждый человек это целый мир это уже хорошо даже если я для себя буду рассказывать это тоже хорошо я тогда повторю тему и лучше буду знать то о чем я говорю тем более сегодня я хочу сказать вам очень важную тему все хорошо отлично марина спасибо большое и так дорогие друзья я спросил вас вопрос еще раз повторяю как вы считаете в связи с тем что мы прочитали уже главу берешит в начале давайте зададимся вопросом какое качество должен в самом начале в первую очередь воспитать и развить в себе и своих детях каждый еврей вообще каждый человек да как вы думаете напишите что вы думаете и пока вы пишете я буду продолжать и так интересно что если мы возьмем это слово берешит то оно переводится один из комментариях б бета т2 решит это начало для двух начал создан мир и объясняют наши комментарии что первое начало это авраам и второе начало как это ни странно это первинки бикурим первинки плодов которые приносили раньше в храм называется решит решит начало да и интересно вот почему именно ради первинок создан мир так если мы посмотрим в чем суть этой заповеди то мы поймем что суть этой заповеди это благодарность и и поэтому я думаю что можно сказать что ради благодарности творцу был создан мир и об этом есть рамбан в главе бог который говорит что мы созданы для того чтобы благодарить творца чтобы собираться в синагогах и благодарить его и говорит что ты наш бог ты наш творец спасибо тебе за то что ты нас создала за те великие крайне хорошие красивые вещи удовольствия которые ты нам даешь за все хорошее что ты нам даешь благодарность и интересно что если мы посмотрим с чего начинается вообще день еврея то написано в шелха на руки что первой мысли вообще которая должна быть у человека это моды они благодарю я тебя благодарность это первая молитва которую человек произносит еще не помыв руки как только он проснулся мгновенно он должен подумать моды они благодарю я тебя царь живой и вечный да он встает есть такой вариант голоки что кладет вот так руки видите да одну на другую когда в знак благодарности на сердце да и и говорят моды они лефаных благодарю я тебя царь живой и вечный если кто-то не понимает на иврите скажите на русском очень важно и самое главное это почувствовать благодарность творцу а еще важнее это самое главное сказать сказать вот это благодарность и если мы возьмем адмору и слонима то он говорит такую вещь что самое главное качество вообще которое нужно воспитать себе и в детях это как вы думаете что вот я сейчас посмотрю что вы пишете насколько в компьютер позволяет что-то плохо работает самое главное качество говорят говорит нам адмор и слонима это как вы думаете что благодарность благодарность благодарить творца и благодарить других людей поэтому очень важно приучить детей говорит была благодарность благодарить где родителей знакомых сестер братьев да спасибо спасибо тебе что ты мне это дал это очень важно это первую очередь в первую очередь нужно воспитывать в детях и самим себе понимаете так посмотрим что пишет нас наши слушатели так последственность последственность это очень хорошая вещь но есть что-то еще важнее как говорят травы слонима это благодарность на самом деле есть мнение что последственность это имеется ввиду это понимает мода это постоянство да это тоже есть есть такое мнение что это самое главное качество есть один ведраж который я когда-то упоминал в своих прошлых уроках вот и кроме того интересно если мы посмотрим хумаж эти книжи то первая женщина которая как говорится поблагодарила творца по-настоящему интересно что это лея она когда родила иуду она сказала сейчас я поблагодарю творца и интересно что после этого у нее больше не рождались мальчики и из этого учат наши мудрецы есть такое мнение что если вы хотите продолжить кто хороший что у вас есть то после того как поблагодарили творца нужно еще сказать пожалуйста дай мне еще да и вообще получается что есть такое мнение что благодарность она останавливает те вещи за которые благодаришь поэтому если вы благодарите за плохие вещи то это останавливается если вы хотите если вы благодарите за хорошие вещи и хотите чтобы они продолжались конечно тогда вы говорите пожалуйста всевышний дай мне еще окей это очень важно вот то что я хотел вам сегодня сказать напишите пожалуйста по 10-бальной системе, насколько вам был полезен этот урок от 1 до 10 спасибо всем, кто был со мной желаю нам всем чтобы у нас было только приятные и радостные поводы благодарить Творца и будьте счастливы будем на связи и до новых встреч